Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги. Я, Валерий Седов. Временная схема. На Северной окружной восстановлено четырехполосное движение. Рыбное место. Дела о коррупции в областном городке следователи направили в суд. Дом открытых дверей. В День защиты животных напоминаем, где братьев наших меньших ждут всегда. Четырехполосное движение по Северной окружной восстановлено. Об этом сообщает Пресс-служба регионального правительства. Впрочем, о реконструкции трассы продолжается. Подробности далее. На Северной окружной дороге открыто движение по всем четырем полосам. В Минтрансе говорят, что теперь рязанцам удобнее добраться как на работу, так и домой. Однако сами работы на Северной окружной дороге не останавливаются. Работники, говорят, трудятся вовсю. О четырехполосном движении поспешил объявить Автодор-Рязань 3 октября. При этом подрядчик добавил аэросъемку, чтобы с высоты птичьего полета можно было оценить движение по Северке, что называется без пробок. Масштаб, кстати, приятно удивил. Валители в сети хвалить Автодор пока не спешат. Однако спокойная езда без заторов говорит сама за себя. Впрочем, это еще не все, вернее, далеко не все. Работы на Северке продолжаются. Здесь уже обустраивают ливневую канализацию, идет обустройство земляного полотна. Коня на переправе, как известно, не меняют, несмотря на замену наездника. Поэтому основной план реконструкции остался без изменений. Что конкретно будет делать подрядчик еще в начале сентября, рассказал теперь уже бывший министр транспорта Рязанской области Вадим Решетник. Самое время эти работы, что называется, детализировать. Если говорить про возможную структуру дороги, то она будет шириной порядка 30 метров, из которых 22, это у нас проезжая часть, с осевым барьерным ограждением и централизованной системой освещения. Также будет реализован тротуар пешеходный шириной 3 метра и велосипедная дорожка 1,5 метра со своим уникальным освещением, которое позволит велосипедистам и пешеходам перемещаться безопасно по данному объекту. Напомним, всего будет реконструировано почти 3,5 километра. Уже произведен монтаж песчаной насыпи, чистка растительного слоя. Причина – незначительные изменения геометрии и расширения дороги. Потратят на все 755 миллионов рублей. Окончание работ намечено на 31 октября 2023 года. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Усилить работу с семьями мобилизованных призвал власти городов и районов Павел Молков на правительстве. Никто из близких, тех, кто сейчас призван, не должен оставаться без внимания, заявил губернатор. Ну и, разумеется, прошелся поранее данным поручением. Комплексная прокурорская проверка в регионе вполне штатная. Помимо обеспечения прав граждан, по словам Павла Молкова, аудиторы приюляют ход реализации нацпроектов. Антикоррупционная деятельность в приоритете, поэтому всем министерствам и ведомствам поручено оперативно реагировать на запросы. Включая Минздрав, которым снова озаботились всеобщей вакцинацией. Вчера были на предприятии Форд. Предприятие высокотехнологичное, выпускает очень востребованную продукцию. 40 миллион антигриппозных вакцин ежегодно. Очень серьезные мощности, очень современные предприятия. Ну и, соответственно, и вакцина самая современная, отечественная разработка наша, которая отвечает самым актуальным рекомендациям ВОЗ. Препараты, все, какие необходимы у нас в медучреждениях для проведения приювок, есть. И я здесь прошу и активизировать информационную работу, потому что чем больше прививаются, тем, соответственно, меньше болеют. А вот от жалоб на местах прививка только одна – исполнение поручений. В Скопине жаловались на дороги вокруг отремонтированной Сретенской церкви. Решение по ним региональные власти приняли оперативно. В настоящее время все участки дорог, а это пять участков дорог, выполнены в щебеночном исполнении. Щебенка укатана. Сейчас подрядчик по собственной инициативе помогает жителям поднять колодцы, водопроводные колодцы, которые находятся по улице, чтобы они не были закатаны в асфальт. И прямо при установлении погодных условий будет уложено асфальтное покрытие. Жители очень довольны и благодарят вас. Когда завершим работу полностью? 15-20 октября. Ну а главная тема сейчас, естественно, частичная мобилизация. По ней вопросы властям задают массу, региональный штаб по их решению собирает ежедневно. С обеспечением, по словам губернатора, все в порядке, текущие задачи решают. Остается вопрос с кураторством семей мобилизованных. Это важнейшая государственная задача, и у нас по каждой семье должен быть закреплен куратор обязательно из администрации, либо подведомственное учреждение. Причем этот куратор должен знать, что, собственно, входит в круг его обязанностей и вопросов, что он должен контролировать. И должен понимать, куда и как он дальше поднимает вопрос, если видит, что требуется внимания. Вот этой задачей, пожалуйста, позанимайтесь. Обязательно, Павел Викторович, закрепили за каждой семьей куратора. Решаем вопросы, начиная от устройства ребенка в детский сад, решение вопроса с кредитами, до протекающего крана. То есть абсолютно все вопросы. Детям-сиротам в районах уточнили порядок получения нераспределенных пока субсидий. Вице-губернатору добавили функционал контроля за распоряжениями Минфина. Региональные пособия для семей, воспитывающих детей инвалидов, будут продлевать в беззаявительном порядке. В Сельцах продолжается подготовка мобилизованных, как сообщают в региональном правительстве. Рекруты уже получили всю необходимую экипировку и сейчас знакомятся с тактикой ведения боя, отрабатывают технику. Кроме того, немаловажны также и занятия по практической медицине. В учебном центре основные ее азы мобилизированным напомнил часто бывавший в зоне СВО Дмитрий Хубезов. Он рассказал бойцам, как правильно действовать в экстренной ситуации. Понятно, что мы всегда рядом, но есть такие моменты, когда никто, кроме соседа, товарища не может оказать первую помощь. Что главное в экстренуальной ситуации, чтобы все действовалось на автомате. А для того, чтобы действовал человек на автомате, он должен очень много раз это повторить. Партнер программы «День города» – выставка свежей рыбы и икры. Самые вкусные, а главное, свежие деликатесы ждут вас на первом этаже торгового центра «Премьер» у центрального входа. Дело о коррупции в Рыбновском районе из оригинального следственного комитета ушло в суд. Обвинительных статей там набралось достаточно. Все, кто предстанут перед судом, бывшие чиновники, подробности далее. Бывший глава администрации Рыбновского городского поселения Алексей Полукаров и его бывший первый зам Сергей Симаков предстанут перед судом по обвинению в коррупционных преступлениях. В следственном комитете раскрыли подробности предполагаемой преступной схемы. Итак, весной прошлого года в городе Рыбное обвиняемые решили построить нестационарные торговые павильоны. Но, по версии следствия, ларьки хотели оформить на доверенных лиц, а после сдавать в аренду предпринимателям. Для расположения указанных торговых павильонов планировалось освободить ряд земельных участков населенного пункта от нестационарных объектов. С целью получения поддержки своей позиции о необходимости удаления указанных объектов при поступлении жалоб от их владельцев и арендаторов, а также дальнейшего попустительства по службе, обвиняемые предложили должностному лицу взятку в виде имущества на общую сумму более миллиона рублей, от которой последний отказался. Сами павильоны экс-чиновники решили строить на деньги местного предпринимателя. При этом самого предпринимателя убедили заключить договор на аренду нужного земельного участка с правом последующего выкупа. Сумму для заключения сделки, а это без малого 3 миллиона рублей, также потребовали передать главе администрации. Предприниматель от такой сомнительной покупки отказался. Кроме того, экс-первый заместитель главы администрации Рыбновского городского поселения получил от знакомого в качестве взятки более 100 тысяч рублей под угрозой необоснованного расторжения заключенных с ним договоров на оказание услуг муниципальному предприятию. В оперативном сопровождении уголовного дела помогли сотрудники УФСБ России, Паризанской области и региональное управление экономической безопасности. Бывшего главу города Рыбное сегодня обвиняют в подготовке к даче взятки должностному лицу в особо крупном размере, да еще и в группе лиц, а также в приготовлении к получению должностным лицом взятки в особо крупном размере. Его бывшему первому помощнику добавили еще и посредничество в получении взятки. Свою вину бывшие чиновники не признали. Однако, благодаря проведенному комплексу следственных действий, они были полностью изобличены в совершении инкриминируемых им преступлений. Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Рязанской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Как-то мы рассказывали о моей маленькой ферме. Говорили, что это не просто зоопарк, а настоящий дом спасенных животных. И сегодня, во Всемирный день защиты животных, хотелось бы напомнить о том, что братья наши меньшие часто нуждаются в нашей помощи и доброте. Енот по имени Форест – настоящая звезда и, можно сказать, лицо, а точнее морда этого чудесного зоодома. Его обаяние знакомы на весь город и далеко за пределами. Но живут здесь и другие, ничуть не менее очаровательные ребята. Когда он к нам уже попал, а попал он в конце лета, то он такой достаточно зашуганный зверек и не понимает, как взаимодействовать с людьми, что делать. И чего ожидать. Да, и чего ожидать, можно ли доверять или нет. Но мы потихонечку стали к нему заходить, тоже в вольерчики сидеть, так с руки пробовать его кормить, дрессировать. Вот, и он потихонечку начал доверять. Он, в принципе, даже, ну, он как-то избранный очень, но вид какого-то там спокойного человека, который вот располагает вот к нему. И он даже дается почесаться, там мордочку подставляет. Рядышком вольер енотовидной собаки, правда, совершенно облысевшей, но оттого она вызывает еще больше умиления. Ему по документам около шести лет, но на самом деле, сколько ему лет, никто не знает, потому что он свою жизнь начал на притравочной станции. Там его откушили хвост, потом ему выкупил как раз пермский зоопарк, из которого он попал к нам. Там он прожил в Перми пять своих счастливых лет, но полтора года назад начал лысеть. И непонятно из-за чего, по анализам все хорошо, сейчас мы их будем пересдавать, правда, здесь уже в Рязани, но, возможно, это из-за старости. Насуха, родом из Мексики, ближайший родственник енота, и ведет себя так же, скажем прямо, забирает себе все, что плохо лежит. В нашем случае ветрозащита микрофона чуть было не оказалась без возврат на потерянной милых лапках этого зверька. Насуха приехала в Рязани с Перми, там зоопарк не выдержал испытания пандемии, и экзотические зверьки оказались в опасности остаться без приюта. Но рязанская маленькая ферма открыта для всех, оказавшихся в беде. Вместе с Насухой приехали сестренки-сурикаты и дикобраз. Бежим! Турба, давай бегать, давай бегать, прыгать! Животные, как и люди, испытывают стресс при переезде. Скажем, Насуха очень тосковала по своим бывшим хозяевам, отказывалась даже от еды. А песец, чья судьба с большой вероятностью могла закончиться тем, что он стал бы очередной шубой, до сих пор не доверяет людям и очень аккуратен при их приближении. Но с каждым зверьком, от кролика и гуся до енота, собак и дикобраза, работает зоопсихолог. Когда мы говорим о животных, которые живут в неволе, о зоопарках, очень важно, конечно, заботиться об их благополучии. Это наша, так сказать, наша обязанность, наш долг перед ними. А благополучие – это не только, чтобы они хорошо питались, хорошо там, было у них укрытие у каждого, было свое какое-то пространство, территория, с учетом того, как им нравится жить. Это еще и психологический комфорт, правильное общение с ними и обязательно учет индивидуальности. Посетить зоопарк может каждый, но правила здесь такие. Зоо-центр «Моя маленькая ферма» – это настоящий дом животных, где его обитатели – главные, а люди – всего лишь гости. Это дом счастливых, ухоженных животных, больше половины из которых спасенные и подобранные. Кстати, принять участие в судьбе пушистых ребят может каждый в качестве наставника или в качестве нового хозяина для кого-то из подкидышей. Скажем, вот этому малышу прямо сейчас подыскивают новый дом. Он ищет очень ответственные руки, собака будет хороша для дома, для тех, у кого есть маленькие дети, кто любит побегать, попрыгать и поиграться, ну и кто много времени все-таки проводит дома. Мы его обучили уже командам некоторым, работаем с его психикой, чтобы он не был таким слишком озорным. Так что, если кто-то хочет, звоните, пишите нам, познакомим вас с этим маленьким чудом. А еще любой может стать наставником понравившегося жителя зоо-центра, покупать корм, участвовать в обустройстве вольера или даже брать домой на передержку. Фотографии наставников можно увидеть на дверках комнат подшифных животных. И это, поверьте, большое подспорье жителям маленькой фермы. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Рязань, встречай! Свежий лов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 3 по 8 октября. ТЦ Премьер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова